Мусиенко, руководитель Центра военно-политических исследований, поможет нам разобраться в этом вопросе. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Ну вот расскажите, вот эта вот легенда от Шойгу о каких-то гуманитарных коридорах и гуманистических соображениях Кремля, которые мы уже тут давно не верим, давайте нашим зрителям объясним, это что? Просто такое признание того, что наступление дальше замедлится, оно невозможно? Или рано радуемся? Вы знаете, это же уже не впервые министр обороны России дважды делал заявление в конце марта, где он говорил о том, что российские военнослужащие, российское командование внедряет новые способы ведения боевых действий. Вот вам могу сказать несколько слов о новых способах ведения боевых действий. Вот только что, буквально перед включением, я ознакомился с отчетом от ним, который демонстрирует, что в России идет расконсервация танков Т-62. Это даже не Т-64, это танки Т-62, 50-х годов производства, пришли на замену Т-55, даже не модернизированные, а те, которые они ранее просто отдавали сирийцам, Асаду-диктатору, потому что они даже не думали, что их придется использовать. А все почему? Ну все потому, что это по версии министра обороны России как раз и введение новых, я подчеркиваю, делаю акцент на новых методах ведения войны, поскольку как раз таки новая модернизированная техника в большом количестве российская была уничтожена. Такие танки, как Т-90, в частности прорыв в 2016 году вообще принят на вооружение, либо танки Т-80 или Т-72 модернизированные М, они сейчас вынуждены уже переходить к тому, что расконсервируют те запасы, которые есть. Они есть еще в определенном количестве, там их порядка двух тысяч, но они их вот ищут сейчас, восстанавливают и так далее. Это все я к тому, что вот как раз это и показатель, почему говорят о замедлении так называемом, о изменении способа введения боевых действий. Ну потому что не удается достигнуть никаких стратегических оперативных успехов на фронте, потому что они вот, когда говорят о городах, это вообще особая история. Ведь тут же практика показала и опыт уже показывает, что украинские силы обороны достаточно эффективнее демонстрируют и проявляют себя в боях в городских условиях, имея навыки, пройдя обучение, опыт и так далее. Все-таки это одна из причин. И кстати, к слову о гуманности, так я предлагаю всем, кто в это, скажем, стремится поверить, просто посмотреть на разрушенные украинские города, такие как Мариуполь, такие как Попасная, такие как Волноваха, такие как Чернигов, Отчасти и другие города. Север Донецк уже превращается в Мариуполь, все говорят. Потому что если им не удается захватить военным путем достичь победы, захватив какой-то населенный пункт, они просто стремятся его стереть с земли. Я не вижу тут никакой гуманности и какого-то военного искусства. Александр, уточню вас по поводу танков 50-х годов. Очень интересно, что вы это отметили. Потому что Кирилл Буданов, глава украинской разведки, сообщил недавно о том, что у России на 12 месяцев хватит вот этих мощностей вести так называемую нормальную войну. Он сказал, ну я так для себя это оцениваю, как войну вот теми темпами, как она идет сейчас. Означает ли это, что речь идет о расконсервации всего, что есть в Российской Федерации? И вообще, как вы оцениваете это заявление по поводу года войны со стороны России? Ну, я сначала скажу о расконсервации. Да, действительно, это уже не первое, скажем так, свидетельство того, что происходит расконсервация. Поскольку в Харьковской области несколько недель назад уже видели град начала 70-х годов. То есть это, скажем так, первые годы выпуска этой установки вообще. Видели уже, как используют. Она еще едет, на самом деле она еще стреляет, но это уже не та эффективность вооружений. Ну и также сейчас... Можно уточню очень коротко, но вот если град 70-х годов, это мы не можем же его отнести к классу высокоточного оружия, соответственно. Нет, 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 это вообще реактивная артиллерия, но там нету никакой высокоточности. Как правило, Россия использует бить по городам, и мы видим какие разрушения, особенно среди мирного населения. То есть это дальше по жилым кварталам, правильно, можно попадать в любые объекты, в разброс. Никакое невысокоточное. Они, ну, то есть вообще, грады, они-то предназначены для того, чтобы бить по открытой местности, где может быть техника легкобронированная или живое скопление силы противника. Но это на поле боя, на фронтах, не по городам, где могут быть мирные жители. Это исключено должно быть, но не для России. Что касается заявления господина Буданова, то в целом, да, почему? Потому что есть два-три аспекта. Первое, это то, что войну необходимо финансировать, и на это необходимы вложения. Я понимаю, что, ну, там экономисты могут более подробнее рассказать, профессиональные, что станок в России будет работать и будут печатать эти рубли, бумажки, это понятно. Но все равно Россия очень сильно зависит, и она интегрирована была в мировое пространство производства тех технологий для военно-промышленного комплекса. У них нет замкнутого круга по многим параметрам. Соответственно, когда санкции становятся все жестче против российского ВПК, а сейчас США работают над тем, чтобы вторинные санкции как раз использовать против, скажем, компаний, которые пытаются обойти в начале использованные, то, конечно же, это отрезает России доступ к технологиям. И это, скажем так, очень сильно уменьшает способности российского ВПК производить тоже высокоточное вооружение, например, крылатые ракеты или баллистические. Еще один момент важный, это все-таки то, что уже сейчас видно дефицит определенных технологий, которые заблокировали поставки и Соединенные Штаты, и другие страны. И Россия начинает их искать в других местах, там, те же чипы, те же процессоры и так далее. Это тоже говорит. Ну и следующий момент. На сегодняшний день военно-промышленный комплекс России, он не справляется с теми заданиями, с тем потоком, который необходим по производству техники, по восстановлению еще той, которой они могут, они с этим справляются пока, они восстанавливают, ремонтируют. Но производство уже, есть проблемы на таких предприятиях, как концерн «Уралвагонзавод», «Челябинский тракторный завод» и так далее, которые как раз по бронетехнике специализируются. Поэтому, да, ну они без поддержки. Почему уже сейчас встал вопрос о том, что они хотели заучиться поддержкой Китая, например? Потому что они понимают, что самостоятельно они не вытянут больше года ну ведение вот таких вот интенсивных боевых действий и постоянных поставок вооружения. Хотели поддержку Китая, а у нас будет после вас как раз материал о китайских санкциях. Зрители, дождитесь, как Китай поменял свою позицию. Александр, можно, пожалуйста, вам вопрос еще один, завершающий, возможно. От «Нью-Йорк Таймс», издание, которое удивляет нас в течение недели сменой, так сказать, редакционной политики, сообщает о том, что россияне опять наступают на те же грабли после попытки захватить Киев. Они рассосредоточили свои войска на Донбассе, опять-таки, на очень длинном расстоянии. И также войска находятся их на юге, продолжают боевые действия. И они называют эту битву за Донбасс последней, если далее Россия будет продолжать вести войну таким образом. И дают тоже определенные прогнозы. Согласны ли вы с позицией этого издания? Совершает ли Россия опять ту же ошибку? И если да, к счастью, то сколько еще продержатся бои, по вашему мнению? Ну, с одной стороны, и да, и нет. То есть, они на самом деле учли некоторые ошибки, которые были. Тут необходимо тоже сказать объективно. Например, там по логистике и так далее. Но не все. Как и раньше, определенные ошибки допускаются. И тут же все необходимо оценивать с точки зрения задач, которые они ставят. Мы же понимаем, что сначала у них цели были вообще амбитные. Это по захвату Киева. Потом у них цели изменились. Сейчас еще раз изменились. То есть, они хотят максимально бросить ресурс на захват Луганской области. Возможно, на выход административных границ Керсонской области. Ну, и там уже, если повезет, еще по Донецкому направлению продвинуться еще дальше. Там Бахмут и так далее. Вот на это они бросают силы сейчас основные наступательные. Ну, и еще тут, да-да-да. В чем можно точно согласиться? Дело в том, что, как мы видим, темп, который Россия хотела взять 2-3 недели назад, он приостановлен. Они уже не наступают по такой широкой линии фронта таким темпом, как они хотели. По отдельных участках они уже, если на юге, начинают переходить в оборону. Но на востоке еще по отдельным участкам они активно пытаются продвигаться. Но не по всей линии фронта, там 500 километров на востоке, например. Ну, и тут Медведев разговаривался. Нет-нет, да, вылезет из-за кустов, грубо говоря. Но, тем не менее, не можем не взять во внимание, чтобы понять, к чему это все. Да, он сказал, что аппетиты на Крым, это как бы их такая риторика, или попытки его вернуть приведут к полномасштабной войне. То есть для всего мира сейчас уже война полномасштабная. Третий месяц идет для россиян и для них, и для расистов. Это всего лишь какая-то спецоперация, которая, судя по всему, вообще неудачно проходит с точки зрения Кремля. Так вот, что означает, что приведет к полномасштабной войне? Это они снова пытаются побряцать ядерным оружием и снова о нем напомнить? Или как? Ну вот, кстати, я удивился, потому что Медведев уже не единожды делал заявление о угрозе касательно ядерного оружия. Я был удивлен, что в этот раз он его не сделал. Возможно, еще он вздогонку сделает. Он любит такие вот... Забыл, забыл. Просто забыл. Ну, если на самом деле, то, ну, слушайте, ну, давайте говорить откровенно. Мы же понимаем, что война идет сейчас и полномасштабная. То, что Россия это так не называет, то я хочу напомнить, что даже статья Женевских конвенций, общая для всех есть, которая предусматривает, что даже если война не называется войной, но она идет фактически, то это война. Международный вооруженный конфликт, а не специальная военная операция. Я думаю, что господину Медведеву, у которого есть диплом юриста, если мне не изменяет память, стоило бы освежить в памяти курс по международному публичному праву или международному гуманитарному и ознакомиться с текстом соответствующей конвенции, чтобы не выглядеть глупо в который раз. Ну, я думаю, не привыкать, но все же. Да. Спасибо вам огромное, Александр Мусиенко, военный эксперт. Как обычно, рассказал все очень просто и доступно нашим зрителям о ходе военных действий. Спасибо, Александр.